Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим, какие варианты объединения ячеек у нас бывают и как с ними работать. Первый пример, который мы разберем, это объединение по центру. В данном случае текст, написанный в этой ячейке, у нас будет находиться, соответственно, в центре. Второй пример использования это объединение ячейки. В данном случае текст у нас будет находиться слева. То есть, в зависимости от варианта выравнивания, разработчики программы Excel предлагают использовать тот или иной пример. Если мы используем просто нажатие по кнопке, то у нас объединение будет только в центре. Второй пример использования это использование объединения по строчкам. Объединить, объединить по строкам. В данном случае мы видим, что у нас нет никакой необходимости выделять ячейки и объединять их каждую поодиночно, если мы можем комплексно выделить ячейку, если мы можем комплексно выделить диапазон ячеек и нажать объединить по строчкам. Третий пример это пример с использованием разъединения ячеек. В данном случае есть два варианта. Мы можем просто нажать по данной кнопке, у нас произойдет разъединение. И второй вариант использования это у нас специальная кнопка, которая называется отменить объединение ячеек. Каким из этих способов более рационально воспользоваться, решать уже вам. До завтра, подписываемся на канал. До свидания. Продолжение следует...